Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Я рад вас приветствовать на телеканале «Союз» на передаче «Страсти и борьба с ними». Мы продолжаем цикл бесед внутри нашей передачи, где мы обсуждаем вопросы огласительных бесед. Каждый раз буду напоминать, братья и сестры, надоедать, может быть, буду этими объяснениями, но это важно. Если мы хотим разобраться в борьбе со страстями, если мы хотим разобраться в вопросах духовной жизни, практики духовной жизни, молитвы, то мы обязательно должны начинать с обсуждения огласительных бесед, с обсуждения простых вроде бы вещей, но важных для спасения, чтобы у нас не было недочетов в знании. Как если бы, допустим, человек изучает правила дорожного движения, что-то недоучил, а потом говорит, да это ладно, это теория, главное практика, главное знать, какие педали нажимать, куда ехать и так далее. Ну, поедешь ты, а правила не знаешь, куда-нибудь врежешься, не дай бог повредишься или кому-то повредишь. Поэтому знать вопросы обязательно огласительные нужно. Так вот, сегодня у нас с вами следующая беседа, беседа 19-я, предвечный совет, предвечный совет Пресвятой Троицы. Давайте обсудим, что это такое. Вот здесь я обозначил в цифре 1 такую тему, которую мы должны с вами снова обсудить, повторить. Адам согрешил, да, Адам согрешил, факт случился, плоды грехопадения мы с вами обсуждали, может быть поверхностно, поэтому я вам предлагал литературу, да, обратитесь к ней, почитайте, посмотрите глубже. Это очень важно эту тему глубоко понять. Вот он согрешил, получается, стал страстным, стал пленником сатаны, стал пленником ада. На прошлой встрече мы с вами не договорили, но поскольку времени не хватило, я немножко не рассчитал, почему мучается человек, да, отчего происходят эти мучения. Давайте тоже вот в рамках вот этого тезиса тоже обсудим, чтобы нам было понятно, что мучает и кто мучает, да. Тут не надо представлять советские картинки из журнала «Крокодил», где рогатые там черти на сковородках жарят людей. Это понятно, что это атеисты насмехались, это понятно, тут все ясно. Что мучает, кто мучает? Вот смотрите, вы, наверное, знакомы, что такое, я очень надеюсь, что внешне хотя бы знакомы, что такое, допустим, ломки наркомана, да, у которого уже огромный стаж, вот занятия такими делами, это страшно смотреть. Какие бывают мучения, допустим, от того, что у человека та или иная страсть, любая. Человек мучается уже здесь, да, пока не насытится, но страсть имеет такое свойство, что ты сегодня ее подкормил, то завтра она будет еще больше требовать, ну там послезавтра, неважно, через какое-то время, это закон. И вот получается, оставь человека так в этой ломке вечной, вот это и будет вечное мучение. Еще раз напомню, не потому что Бог хочет нас, мучает или получает от этого наслаждение, а вовсе нет. Он сострадает человечеству в любом случае, сострадает падшему человечеству, но не наслаждается от этого. Почему нельзя просто взять грешников, это тоже одно из ложных учений, и современности, кстати, повторяется, просто удивляюсь. Особенно у людей, которые вроде имеют какие-то духовные степени, учат людей, а с другой стороны делают такие страшные ляпы. О том, что якобы возможно воскресение всех, и спасение всех, и бесов, и грешников, и всех-всех-всех. Вот Бог такой любообильный, что взял и всех-всех-всех воскресил. Это учение ложное было отвергнуто на Доме Вселенских соборов, братья и сестры. То есть это очень серьезно. И когда современные писатели об этом пишут, и книги публикуют, и в лекциях говорят, это просто край вообще, за который только погибель. За которым только погибель. Так нельзя думать нам. Не потому, что Богу жалко. Тогда зачем Он пришел на крест, пошел? Ну, с небес бы взял всех, спас, всех сразу исправил, и все дела. Почему-то надо было идти, воплощаться, да, Сыну Божию, на крест идти, мучиться, там, умирать, воскресать. Церковь христианскую оставлять, такую, знаете, нечеловеколюбивую, так скажем, в кавычках, да, которая говорит, поститься надо, там, трудиться надо, бороться с страстями, надо молиться, там, что-то с собой делать. Ну, всех бы спасли, все. Сказали, ребята, вот, давай, иди туда, там, все, всех-всех принимают. Почему в Библии не учат этому? Говорят, вот два пути, да, есть широкий путь, есть узкий путь, узким путем только можно достичь царствия Божия. Нет, вот нравится так. Вот это как раз, вот, модернистские вот эти вот темы, они очень-очень опасные, братья и сестры. Это мы должны с вами понимать. Что мучает человека? Вот, вот, отцы нам говорят, что, учат нас, что благодать, она для кающегося и верующего человека оживительно, да, оживотворительно, да, а благодать Божия, а грешнику она мучительна. Вот я приводил такой пример, ну, в каких-то из них передач, вот, прошлых, давайте я повторю кратенько. Вот представьте, в одной комнате навечно, то есть не будет конца, живут два человека. Один одного любит, а другой первого ненавидит просто страшной лютой ненавистью. И эта же комната для одного будет местом, ну, раем, можно сказать, да, потому что он с любимым человеком живет, а для другого Адам, потому что он, видя вот эту любовь к себе, всепрощение, любовь настоящую, да, мучается от этого, потому что это ему неприятно, потому что он другого человека ненавидит. Вот, пожалуйста, одно и то же место может быть и Адам, и и раем. Так что Адам согрешил, братья и сестры, да, это факт, это есть, в нем все перековеркалось, изменилось, испортилось, это мы тоже с вами на прошлых занятиях обсудили. Что такое предвечный совет? Так обозначается решение Господа нашего перед сотворением человека, почему он предвечный, да? Вот если это слово разобрать, предвечный, то есть перед началом времени, перед тем, как сотворить время, вот Господь, он не живет во времени, он вне времени находится. Время — это текучесть, секунды, минуты, дни, там, часы, там, и так далее, это текучесть. Вечность — это когда уже нет никакой текучести, а Господь находится вообще вне времени, да, вне вот этих изменений, или вот это вот состояние, когда времени нет, а все остановилось. Так вот, перед тем, как сотворить тварный мир, вот такой меняющийся, да, какой мы видим, материальный имею в виду мир, Господь решает себе, мы в Библии с вами читали, когда Господь говорит, сотворим человека по образу нашему, подобию нашему, да? И вот это как раз отражение вот этой самой темы предвечного совета, когда Господь говорит, я создам, я своими словами передам, я создам человека, дам ему свои качества, да, свободу, например, да, но он может, но свобода же может отпасть, не обязательно отпадет, а может это сделать. И что тогда? И тогда Господь решает сам себе, определяет единой своей волей, потому что это предвечащий свет Святой Троицы, да, что если такое случится, то Господь сам же и спасет человечество. Но надо еще определить, брать слово совет, чтобы он не смущал, совет эти никогда, знаете, вот у нас бывают советы, мы сидим и что-то рассуждаем, у каждого свое мнение, каждый считает, что это мнение у него правильное, а у другого неправильное, и этот весь совет превращается чуть ли не в склоку. Вот вовсе не так. Совет по церковнославянски еще и означает слово не просто не совещание, а из-за явления воли. У Господа все единое, единая воля. У него нет, у Господа конфликта самого в себе, у него выражение этой воли есть. Поэтому Бог планирует спасение человечества заранее. Как если бы, допустим, мы организуем детский лагерь и купание, мы предполагаем, что, а вдруг может понадобиться, допустим, спасательные средства какие-то, да, или спасатель, поэтому мы нанимаем человека, обучаем его, даем ему, соответственно, все, что нужно, что если, не дай Бог, что случается, он тут же реагирует, да, медики приходят, он вынимает там пострадавшего из воды. Но мы же не рассчитываем, что обязательно так будет, но предполагаем, что возможно, да, и все готовим. Поэтому Господь сотворяет человека, он не сотворяет так, знаете, сразу какого-то подлеца, который пойдет и сразу предаст, вовсе нет. Но это опять же тема свобода, которая является таким обоюдоострым оружием, что если ты правильно им владеешь, он защищает тебя, если ты неправильно, то ранит тебя. Поэтому Господь предполагает, что такое может быть, да, не создает человека с каким-то недостатком, что он непременно, знаете, вот по этой дороге пойдет и согрешит. Эта тема очень интересная, и она отражена в одной из замечательных икон нашего предания русского, все вы, наверное, знаете икону преподобного Андрея Рублева. Сейчас я ее возьму и покажу. Вот икона преподобного Андрея Рублева. Что на ней изображено? На ней мы видим трех ангелов, и люди, знакомые с Ветхим Советом, скажут, да, это ангелы, которые явились Аврааму, да, он их принял в гости, праотцу Аврааму, и, соответственно, принял их у себя в гости. Это все так, но кроме этого, в чем вот такой духовный талант Андрея Рублева? Он, изображая ту самую картину ветхозаветную, изобразил явление престой троицы. Ну, собственно, толкование этого сюжета библейского, и говорит, что престая троица явилась в образе ангелов Аврааму. Но это не просто обет изображен. Давайте вот кратенько, символически сейчас покажем, что это за был предвечный такой совет, который здесь изображен. Вот смотрите, мы видим, что тут очень много символов, очень много... Иконописная живопись сама по себе, иконопись очень символическая живопись, и поэтому мы крупными мазками сейчас возьмем. Вот смотрите, что мы видим? Мы видим трех ангелов, да? Вот они сидят за столиком, и центральный ангел, вот этот центральный ангел, он благословляет чашу, которая стоит на этом столе. Что за ангел, что за чаша? Давайте посмотрим. Вот если внимательно мы подойдем и посмотрим, что в этой чаше, мы увидим, что в ней находится голова теленка. Почему? Теленок — это было жертвенное животное в Ветхом Завете. И его приносили... Было положено... Вот откройте Ветхий Завет, посмотрите, было положено приносить в очищение грехов. И, соответственно, вот этот ангел, он, получается, благословляет вот эту самую чашу с жертвенным животным. За ангелами находятся тоже не случайно вот эти три объекта. Это здание, да? Это, получается, дерево и скала. Вот эти все, вот если Афоник говорить об этом, да, они обозначают качество Божие. Это домостроительство, это то, что дерево обозначает жизнь, да, способность дарить жизнь, создавать жизнь. Скала — постоянство, крепость, неизменность. И вот эти ангелы, они тоже символизируют, получается, три лица Святой Троицы. Вот этот ангел, он символизирует Бога Отца, Творца нашего, домостроителя, да? Почему он? Потому что, смотрите, вот эти два ангела, они склоняют перед ним свои головы. Видите, они направлены головой к этому ангелу. Вот этот центральный ангел, который благословляет чашу, это Сын Божий, второй лицо Троицы, Сын Божий. Этот ангел символизирует Духа Святаго от Отца Исходящего. И вот эти самые объекты, они символизируют их качество, да, постоянство Божие, да, способность дарить жизнь, да, и животворять, и вдыхать жизнь в сотворенный мир, и поддерживать ее домостроительство. Так вот, смотрите, почему этот ангел символизирует Сына Божий? Он здесь показывает, склоняясь головой к ангелу, который символизирует Бога Отца, тем самым соглашается, что он и станет этой самой жертвой, да, которую он благословляет. И этот стол не простой стол, вот это самый квадратик, он обозначает, что это жертвенник. То есть это не просто обеденный стол, это жертвенник. И очень символически выходит так, что и Дух Святый соглашается с этим, да, содействовать этому удивительному делу, что ради человека, ради тварного этого существа ограниченного, да, который, возможно, может предать, а может и не предать, но если вдруг предаст, то Господь его не оставит, не, знаете, не бросит как какого-то вредного щенка, который надоел, выбросил, поигрался, бросил. Нет, такого не бывает у Бога, он постоянен, он животворец, да, он тот, кто создает все, да, домостроитель и заботится о своем творении. И поэтому вот второе лицо, троица, сын соглашается, что он будет той самой жертвой, которая вновь примирит человека и Бога, да, которая искупит человека из плена смерти и ада. И поэтому он благословляет вот эту самую чашу. Еще очень интересно, что вот само расположение фигуры ангелов тоже изображает собой чашу, в которой сам вот этот средний ангел, вот смотрите, да, ну так, похоже символически, сам находится в этой самой чаше и является вот сам этим самым жертвенным агнцем, да, который приносит себя в жертву за людей. Вот, это кратенько очень, почитайте, тоже есть исследование, тоже очень интересно, но вот эта икона, которая говорит о предвечном совете, тоже нам с вами надо понимать и знать, что спасение человека происходит не само по себе, не случайно, а происходит потому, что Господь запланировал это спасение еще задолго, даже сотворение человека, сотворение этого удивительного существа, который может спокойно взять и предать своего Творца. Итак, мы с вами изучаем тему предвечного совета. Сейчас задается вот вопрос такой, а знал ли Бог, что Адам согрешит? Не знал, и вот люди мучаются. Давайте вот эту тему предведения, да, и предопределения разберем. Что такое предведение? Вот еще раз повторим, Господь находится вне времени, да, то есть Он не то, что, знаете, вот где-то в будущее находится, а Он как бы сзади находится, в прошлом, и Его, кого будущее не касается, Он его не знает, нет, вовсе. Он таков, что Он знает и будущее. Но Он же Бог, Ему же все возможно, правда? Это мы не знаем, а Ему все возможно. И вот тут возникает такой вопрос, но если Он знает, то тогда как? Все определено жестко? В рамках вот его решения, да, Он предведает, да, ведать это знать, да, то есть знает, что будет в будущем. Или Он как бы определяет нам жесткие рамки или нет. Так вот давайте разберемся. Вот смотрите, по поводу будущего существует два мнения всего лишь. Первое. Его придерживаются суеверные люди, его придерживаются язычники. Что существует? Судьба. Вот я написал, судьба, да? Что такое судьба? Это уже предопределено тебе все. Вот я тут выбрал такую картинку, идет поезд, да, такой паровоз на всех парах, но он повернуть не может. Вернее, он тут поворачивает, но поворачивает по рельсам, да. Он мимо рельс никуда не уедет. И это как раз очень символично. Вот почему, допустим, оккультисты, маги различные, да, язычники считают возможным, допустим, гаданиями заниматься. Там астрологи те же самые. Они предполагают, что где-то эти рельсы уже есть. И они прописаны. Только можно вот как бы заглянуть туда дальше, посмотреть по рельсам этим, сказать, а вот остановка будет такая, там, допустим, Екатеринбург сортировочный, да. И поэтому возможно вот эти вот манипуляции этими гаданиями. Ну, потому что они верят, что судьба, это что-то вот вообще неизменное. Вот тебе как бы на роду положено, как говорится, да, в народе. Все предписано, написано, и это не изменить. Это мнение язычников. У них вот есть судьба, они думают, что это уже вот эти самые рельсы. И второе мнение, оно касается нас с вами, христиан. То есть мы верим, что существует промысел Божий о человеке, да. Господь заботится о каждом. Не только в глобальном смысле о человечестве, а вообще о каждом-каждом человеке. И нет незначительных людей для Бога. Каждый важен. Но у каждого человека есть свобода. И как это совместить промысел и свободу? А в том, братья и сестры, вот тут я картинку нарисовал, она может быть не очень яркая, вот стоит человек, и он стоит на развилке. Можно пойти направо, можно пойти налево, это все зависит от тебя. Господь не устраивает рельсы каждому человеку. Иначе можно сказать, было, знаете, до безумия какие дойти, чем, кстати, занимались некоторые протестантские лидеры, что вот ты родился, и тебе уже предопределено, что ты спасешься. Ну и как бы нормально живи, там, аллилуйя, весело, все. А кому-то не предопределено, что ты спасешься. Вернее, предопределено, что ты не спасешься. И сколько бы ты там ни дергался, ни копошился, ни пытался себя изображать верующего христианина, у тебя ничего не получится. Вот это неправильно, братья и сестры. Как неправильно думать, что Богом вот определено все, человеку до последней какой-то точки, до последнего шага. Промысел предполагает уважение к свободе человека. И Господь, да, Он предведает, ну как это же, вот как это понять, смотрите, предведение знаний будущего, да, и не подталкивая человека, допустим, следовать тем или иным путем, как вот этот паровоз, да, толкает в вагоны. Ну, тянет в вагоны. Смотрите, что получается. Вот давайте представим, что мы с вами, вот хозяева этого поля, и мы на машине проехали и туда, и проехали сюда, да, и мы знаем, собственно, куда эти дороги ведут. Можно на кого представить? Это элементарно, да? А этот человек не знает. И поэтому, допустим, если он повернет направо, мы скажем, он приедет, ну, в город Н, ну, потому что эта дорога приедет туда. А если он повернет сюда, он скажет, мы скажем, он приедет в город, там, С какой-нибудь, да, ну, допустим, дайте, чтобы не было там какой-то сложности. Сюда поедет, приедет в Екатеринбург, сюда поедет, поедет в Нижний Тагил. И все, да? А куда поехать, это ему выбирать. Но куда бы он ни поехал, мы знаем точку, куда он прибудет. Не сложно? Не сложно. Вот так же и сочетается тема промысла Божья, да, заботы Бога о человеке, предведания его, то есть он знает, что будет, знает, что будет, если ты придешь сюда, и знает, что будет, когда ты придешь сюда. Уважает свободу человека, еще раз скажем, да? И вот получается так, братья и сестры, что в течение жизни Господь многократно всем нам дает возможность вот эту тропинку, вот эту вот развилку понять, ощутить, если мы хотим. Для этого даны заповеди, правда? Ведь что это за тропинка такая? Тут дело ведь не в том, чтобы там в Екатеринбург или в Нижний Тагилл приехать. Эти тропинки очень часто это решение наше, правильное и неправильное. Почему я, допустим, не выбрал 10 тропинок расходящихся? Такие картинки есть в интернете. Потому что свобода наша касается только важного выбора. К Богу идти или от Него, да? Грех, добродетель. Вот, вот где действие свобода идет. А когда мы это будем делать? Когда мы, допустим, с вами будем понимать, как правильно и как неправильно. Помните, крошка-сын пришел к отцу и спросил о крохе, что такое хорошо, что такое плохо. И вот если христианин, допустим, не понимает, что хорошо, что плохо, вот он идет, как попало. Откуда ему там глаза глядят, туда и идет, да? И делает грехи. А если христианин начинает разбираться в священном писании, начинает разбираться в основах веры, знать заповеди, да? то тогда всегда можно ощутить вот эту тропинку, когда страсть тебе говорит, иди сделай, пойди, вот сделай туда. А ум же человека настроенный, он говорит, нет, это грех, это я делать не буду. И вот, пожалуйста, если мы скажем, что Бог, как этот паровоз, всех тащит по рельсам и не свернуть, то мы скажем, вот согрешили, вот Бог хотел, чтобы мы согрешили. Это безумие, так нельзя думать. Бог не хочет, чтобы мы грешили, это полная ерунда. Господь дает нам возможность выбирать, обязательно. Поэтому мы всегда на этих развилках стоим. Но мы можем сказать, а как же вот, если человек, допустим, неверующий сегодня? Ну да, он сегодня может неверующий быть. Но Господь по своему промыслу, он ставит очень часто человека перед этим выбором, да, научает каким-то жизненным опытом, заботится опять же о каждом человеке, стучится в сердце этому человеку. И поэтому сегодня он неверующий, а завтра он верующий, да, он Христа нашел. А не означает, что вот он как паровоз, вот мчится, и там вот обрыв, и огонь, и вечном мучении. Каждый раз, каждому человеку дается этот выбор. Многократно, много миллионов, миллионов, давайте так договоримся, потому что Господь о каждом заботится. Поэтому промысел и свобода, предведение — это темы, которые очень даже не конфликтные, между собой не конфликтуют. Они между собой очень тесно связаны именно тем, что Господь дает возможность нам выбирать, предлагая, да, этот самый выбор. И зная, чем он закончится. Спасибо, дорогие братья и сестры, за ваше терпение, за отзывы, которые вы присылаете. Еще раз скажу за вопросы. Мы вместе с вами создаем нашу передачу, и я ваши вопросы использую для ответов, и кому-то пишу лично, кому-то, если сразу не написал, я прошу прощения, найду время, обязательно это сделаю. Вот поэтому желаю вам Божьей помощи. Если будут желания и вопросы, милости просим написать на электронный адрес, который возникает на нашем экране. До новых встреч. Спасибо, Господь, братья и сестры. Субтитры создавал DimaTorzok